Приветствую вас, и отвечаю на вопрос по поводу того, что вам делать в данной ситуации. Поскольку вы совершенно не привели каких-либо фактов, практически не рассказали свою историю, то можно сказать вам только в общем, что вы, вероятно, хотите выбрать такого спутника жизни себе, чтобы быть с ним максимально уверенным и максимально точно довольны знать, что вы не ошибетесь, если, значит, с ним сблизитесь. Проблема заключается в том, что всегда, всегда есть вероятность того, что вы можете ошибиться в человеке. Никто никогда не дает гарантии, сто процентов, по крайней мере, в том, что касается личных отношений. Потому что всегда человек может проявить себя с неожиданной стороны. Определённые обстоятельства могут повлиять на личность так, что она, верши, поступки не характерны для неё. И потому не нужно думать о том, что будет дальше, что будет завтра, что будет через пару месяцев и так далее. В данный момент необходимо оценить то, что вы чувствуете к своему спутнику жизни. Какие у вас желания относительно него. Как вы к нему относитесь. Хочет ли вы сделать его счастливым. Хочет ли он сделать для вас то же самое. И вот это самое важное. То, что вам нужно всегда на протяжении всей своей жизни сделать, это слушать своё сердце. То, что ваше сердце вам диктует, то, что оно вам подсказывает. И есть самое истинное и самое правильное. Но не только сердце, безусловно, решает вопросы личной жизни. Дело в том, что разум тоже активно принимает участие в данном вопросе. И вот как. У вас есть свои интересы, у вас есть свои желания, стремления, свои ценности. Так вот, ваш спутник жизни, если он действительно ваш, он всегда будет на первых местах ставить ваши ценности, ваши интересы. Всегда будет вас уважать, ценить и беречь. Никогда не поступит в ущерб вам. И именно в контексте этого следует смотреть на данного человека. Если человек в своём отношении к вам защищает свои интересы, значит, его поведение достаточно эгоистичное, и оно вам может навредить. Если ситуация такова, что молодой человек направлен на вас, исключительно на вас, то, скорее всего, мужчина относится к вам предельно, искренне настолько, насколько это возможно, и он не будет делать чего-то, а он не могло бы причинить вам вред. Это максимальная гарантия для того, чтобы отношения были успешными, полнострочными, приносящими удовольствия и радость. Так же, для позитивного существования у вас, как пары, вам нужно, чтобы между вами было взаимопонимание, чтобы вы вместе были не только как мужчина и женщина, но и желательно, чтобы вы были человеком, как друзья, чтобы вы были как партнёры, чтобы между вами было общение и элемент подшучивания, юмора и так далее. Если это всё у вас есть, или к этому есть объективные предпосылки, то можете смело с таким человеком вступать в отношения. Вы будете счастливы настолько, насколько это возможно, в нашем мире и с учётом особенностей человека. Но если у вас чего-то нет, или есть какие-то проблемы, которые вас беспокоят, то эти проблемы желательно проработать, их желательно обсудить, и по возможности решить, потому что они сами по себе не уйдут. Именно так вы сможете обеспечить себе максимальную гарантию того, что ваши отношения принесут вам только радость. На этом всё. Надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Если вам может понравилось, сделайте его, пожалуйста, лучше. Буду благодарен. Пока. Желаю вам всего доброго.